здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы сами на связи виталий кухта и у нас сегодня будет такой обучающий вебинар мы поговорим немного о моей стратегии модельный трейдинг точнее мы разберем как она работает вкратце и кто смотрит мои обзоры которые делаю на своем youtube канале на youtube канале компания маркет с моих партнеров вы видели какие обзоры делал ну мы разберем примерно за последний месяц там как они хорошо себя отработали практически 95 процентов моих торговых рекомендаций в аналитике отработала я расскажу почему вкратце я буду сравнивать свою торговую стратегию модельный трейдинг и как я к ней пришел с другими видами анализа это фундаментальный анализ это волновой анализ это опцион опционно маржинальный анализ так как сейчас он очень популярен есть много аналитиков но у меня где-то знакомых в фейсбуке трейдеров ну около пяти или шести которых я знаю на который анализирует по данному анализу рынок и делают прогнозы я расскажу плюс своего анализа и минусы других анализов потому что я вижу как эта аналитика не отрабатывать у них и вы сами сможете сделать выводы если вы конечно за этим следите просто полагаясь на моё скажем скажем как я буду говорить то есть вы можете не доверять но если кто отслеживает другие виды анализы мои может сравнить тогда вы можете у вас будет полная картина и так давайте давайте вкратце как я пришел к своей стратегии сам я изучал много видов анализа этой фундаментальный анализ классический технический анализ классический и уровни герчика на на и и так далее то есть очень много времени потратил на это все и волновой анализ вкратце скажем отторговал и изучаю сейчас поэтому много времени потратил у меня опыта около 15 лет я торгую ну где-то с 8 9 я эту тему начал плотно изучать еще из института учить и позже я начал уже практиковать больше то есть если брать по опыту прям трейдинг а то у меня где-то 12 13 лет и 15 лет это это все и изучаю тогда и так то есть я много времени потратил на анализ рынка и скажем не было каких-то таких стабильных результатов формате понимания рынка да как он работает да то есть где-то работает а потом просто просто не работает все там торгуешь не работаешь там аналитика просто ну не отрабатывается понимание рынка то есть это самое главное но не работала там в каком-то промежутке времени очень долго об там где-то работала ты не понимал что с этим потом со временем только через эти все весь этот опыт начал просто сам анализировать графики как это все работает и пришел к выводу как работает рынок на как вы можете кто ну кто реально смотрит мои обзоры и видит как отрабатывается моя аналитика торговые рекомендации может понять на самом деле как работает и как хорошо работает анализ на мой модельный модельный анализ вот даже за последний месяц примеру да мы не берем предыдущие моменты где большинство мне отрабатывается анализов где-то 70 80 процентов аналитики мои отрабатывается а вот за последний месяц мне где-то под 95 процентов отработки моего анализа это если вкратце вкратце сейчас я буду это все показывать более детальные моменты по моей стратегии есть на моем youtube канале там много роликов я на эту тему делал можете изучать это первое второе сегодня мы затронем еще другие виды анализа вот у меня есть много знакомых трейдеров которые публикуют аналитику я смотрю скажем и оцениваю отслеживаю иногда то есть потому что мне интересно вот я отслеживаю допустим но фундаментальных аналитиков и отслеживаю потому что фундамент я не со стороны классики понимаю и изучаю этот рынок я его применяю с точки зрения психологии сантимента потому что фундамент он не дает полную картину когда нужно скажем перевернуться на рынке и так далее он моменте может показывать правильно а потом ты сидишь и несколько недель просто против тебя рынок прет и вроде бы там ну условно инфляция да вроде бы есть но во время нужно перевернуться то есть правильно оценить это все то есть это обучаю по фундаменту как это все правильно понять на поэтому классический вид фундаментальной анализа не работает скажем в постоянной форме то есть нужно правильно его оценивать это если кратко то есть я его детально за затрагивать не буду а то есть это я уже на обучении изучаю потом второй второй вид анализа это допустим волновой анализ да это анализ который я считаю очень хорошие но проблема в том что проблема в этих аналитиков трейдеров которые используют этот анализ в чем причина вот я сам отслеживаю несколько аналитиков таких достаточно популярных в снг сша но проблема в этих ребятах на самом деле кроется потому что когда себе ты неправильный настрой поставил формате какого-то глобальные разметки и ты условно да там ты видишь какую-то картину глобально в лонг да и все время там ищешь покупки а там этой картине картины нет там все время рисуется шарты ты все время вытягиваешь ну просто просто вытягиваешь ищешь какие-то лонги которых нету там иногда такие ну может быть и так далее то есть понимаете да или там есть аналитики волновики которые все время шартят из in p500 то есть последний там я уже смотрю последние там 5-7 лет все время окончание 5 волны ты-ды-ды-ды-ды-ды и и она не работает не работает да то есть сам анализ работает очень хорошо потому что я частично его использую мой модельный анализ он частично похож но упрощенном формате не в этом сложности волн которые очень сложно рассчитать и большинстве случаев вы их неправильно рассчитать да а определенные моменты только нужно изучать где понятная картина и там ее торговать где непонятная не нужно фантазировать просто не понимаешь не надо там разметки ставить и так далее вот эта проблема да тот же фундаментальный анализ вот допустим у меня есть много знакомых аналитиков которые там фундаментально то есть рынок америки то есть там куча куча всего там уже последние несколько лет изучает это все сейчас фондовый индекс америки обвалятся и так далее ну где где фондовый индекс каждый год они новые максимум показа где-то есть коррекции неправильно не анализирует потому что фундаментальный анализ нужно вычеркнуть и анализировать через призму денег то есть ликвидности денег точнее есть деньги на рынке рынок растет нет денег рынок падает если если вкратце да это первое то есть волновой анализ кратко зацепили в фундаментальный кратко зацепили у меня есть аналитики которых мы изучаем не интересно скажем как нам происходит в экономике сша европы китай и так далее ну не работает потом недавно такой встретился мне ну как недавно уже несколько лет я отслеживаю слежу мне интересно было опционы опционные зоны маржинальные зоны какие-то там есть у меня несколько знакомых ребят я иногда посматриваю публикации их на фейсбуке и обзоры могу посмотреть что и как ну это ну не работает она большинстве случаев своих вот допустим берем берем давайте золото возьмем золото примеру маржинальные опционные зоны я смотрел там несколько аналитиков примеру там один аналитики фамилии назвать не буду их у меня несколько на фейсбуке они вот просто как пример то что я я не буду там за последний год-два говорить я просто за последние несколько месяцев то есть ребята пом опционным маржинальным зонам они все время шартили золото и все время искали отскок без комментариев то есть смотрите золото за последние несколько месяцев такие такой рост показывать диалогический рост я сейчас буду рассказывать почему логический рост ну там волновики в принципе неплохо спрогнозировали рост на то есть мой модельный анализ показывал там большинство случаев правильно ну я просто не понимаю логики этого движения по опционно маржинальным зонам то есть они все время вот здесь шартили 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 золото я просто не понимаю логики ну и так по много по многим инструментам по многим инструментам вот допустим к примеру давайте нефть еще возьмем нефть кто смог давайте посмотрим за последний так за последний ровно ровно текущий год то есть у нас пять месяцев практически закончились да ну там четыре с половиной вот этот весь рост если кто смотрел мои обзоры по свои по своему анализу я советовал все время глобально покупать цели 90 и 100 на 90 в принципе можно было куча денег заработать я смотрел фундаментальный анализ где-то шартили где-то покупали опционно маржинальные зоны все время ребята где-то шартили то есть логики не вижу ну и так по многим по многим инструментам вот как вы можете это все понять вот то что я говорю это одного просто кто смотрит этот анализ этих аналитиков может сравнить и реально то есть можно сравнить то умеет вот как в школе учили вот кто хорошо учился и вас должны были учить то есть есть одна сторона вторая то есть и плюс минус да то есть вы можете две стратегии сравнить мне там 34 и смотреть по инструментам день и как отрабатывается потом понять какая стратегия более точно показывает прогноза то есть то есть когда у вас есть логическое мышление то же самое вот допустим вот про уровни да вот уровни в классическом формате они не работают просто если просто чертить какие-то уровни потому что где-то что-то было то есть это неправильно то есть неправильно ну затрагивать дальше эту тему не буду этих уровней то есть я на них потратил очень много времени все пустую все пустую а сейчас давайте коротко я расскажу о своей коротко стратегии да и коротко расскажу как на самом деле работает рынок у меня есть куча вебинаров на моем youtube канале кто их смотрел кому интересно вы можете на моем сайте есть программа по обучению на по данной стратегии вы можете написать в личку точнее какие-то вопросы смотрите рынок устроен очень просто очень просто в рынка есть две фазы есть фаза импульс а то есть этот тренд из фаза коррекции или консолидации то есть есть что имеют в виду смотрите есть импульс есть консолидация а есть импульс есть коррекция наша задача на рынке найти комплекс импульса импульса и консолидации и вот этот формат купить тоже самое второй пример найти импульс тренд и найти коррекцию и купить все больше ничего на рынке не нужно знать не изучать больше ничего никакие виды другого анализа которые в большинстве случаев не работают после того как вы определили условно что вот у нас есть импульс тренд есть коррекция и нам главное понять когда эта коррекция заканчивается если она показала кончание этой коррекции мы покупаем с целью дальнейшего роста как понять как заканчивается эта коррекция вы можете там допустим у меня есть определенные модели есть можно дополнительно использовать там свечной анализ который вот это анализ я считаю что он очень хорошо работает определенные моменты вот допустим кто смотрел последние там несколько недель я по смп по nasdaq советовал советовал вот здесь покупать с целью на обновление вот этого максимума и даже здесь даже вот на битве аналитиков во вторник советовал также присмотреться к покупкам сын питом и других индексов и так далее вот здесь было видно что скорее всего коррекция заканчивается и если сравнивать допустим с другими видами анализа допустим я смотрел там двух волновиков но они видели дальнейшее падение ну вот он как пример опционные маржинальные зоны тоже вы здесь шартили потом потом там дальше начали покупать когда уже было уже явная картинка что они ошибаются конкретно и то же самое волновики уже позже но до этого не наловили там куча лосей и так далее да просто сравните сравните возьмите листик бумаги пишите такой анализ такой-то 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 период когда можно ошибаться и так далее но у меня такие периоды бывают но они не часто как в других аналитиков то есть поэтому вот пример по по nasdaq по снп там очень было красиво я опустил dax ну там просто еще красивее было ну я тоже не могу все время все инструменты анализировать как бы я могу но я какой-то период концентрируется на каком-то нескольких инструментов и другие там не не изучаю да поэтому по этому вы поняли какой вид анализа вот смотрите дальше золото вот кто смотрел мою аналитику мою аналитику мои обзоры как я уже сказал сейчас есть консолидации correct то есть импульс консолидация и импульс коррекция вот посмотрите вот здесь импульс консолидация импульс консолидации импульс коррекции вот здесь первый вариант второйrent все больше ничего на рынке нет но есть там еще моменты есть тем кратце самые стандартные фишки какие работают вот здесь своих обзорах и ну я не всегда в обзорах скажем выходил не каждую неделю снимал где-то вот здесь я помню пропустил я был в отпуске но в закрытом канале здесь советовал покупать золото то же самое вот на последним вот тут вот этот момент аналогичному советовался покупать золото серебро там серебро вообще красиво было и так далее то есть понятно да вот вот вам пример потому что вот я смотрел вот я был честно в шоке смотрел одного аналитика опционные маржинальные зоны он последние несколько месяцев просто шортил все время золото хорошо если вы ставите стоп лосса но я знаю что большинство трейдеров не ставят стоп лосс и ну или ставят уже позже двигают их представляете что с этими трейдерами он не просто за вот эти два-три месяца не просто потеряли потеряли очень много кто-то все весь депозит вот поэтому вот все просто да то есть вам нужно просто понять как заканчивается вот эта коррекция то есть это этому обучаю вы можете сами это понять посмотрите там свечной анализ модели то есть я показывал у меня очень много есть вебинара на эту тему натуральный газ просто как пример я все инструменты сегодня рассматривать не буду я просто кратце делаю итоги моей аналитики так я буду периодически раз две недели раз в месяц сделать что вы поняли что работает на рынок чтобы вы развивались потому что на сегодня сколько столько много мусора есть в интернете по поводу анализа рынка который не работает потому что на самом деле рынок простой форме работает вот натуральный газ к примеру я говорил что отсюда с этой консолидации это консолидация была контр трендовый потому что есть под по тренду и контр тренд возможно покупать натуральный газ и последние даже несколько битв аналитиков я вот здесь советовал только покупать с коррекции то есть здесь мелкие коррекции были я просто смотрел волновой анализ то здесь волновики ждали еще падения опционно маржинальные зоны тоже где-то здесь ждали падение вот я вот кто смотрел даже вот просто как пример последние две аналитики даже внутри по по натуральному газу я советовал все время покупать и вот я даже смотрел на прошлой неделе там один аналитик по опционно маржинальным зонам он где-то здесь шарки он где-то плюс-минус и здесь шаркил натуральный газ ну где вот просто даже если свечной анализ классический ну где здесь фигура разворота тренда нет ее ну просто логику включить и он рисует там маржинальный зону я иногда на голову не до рынок иногда может просто развернуться это рынок то есть такое много бывает ситуаций вот нужно же там диалогические выступать возьмем давайте возьмем дальше все инструменты смотреть не будем давайте евро доллар но допустим как я определил фундаментально что евро доллар скорее все будет разворачиваться это первое что инфляция да она росла то есть я здесь шаркил вот перед инфляцией здесь светл шаркить мы берем последний пример две-три недели как я спрогнозировал на битве аналитика вот начиная отсюда я советовал покупать все время евро доллар и как 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 это вот я смотрел не на инфляцию первое это на то что вот есть когда есть негативная новость рано или поздно в трейдеров ну в человека в обычного когда у есть негативные новости он к ним привыкает и она становится не актуальной это первое то есть это такой нюанс который нужно знать во вторых другие показатели показывали рынок труда и другие ряд экономических показателей показывала что все плохо в экономике сша наступает и так далее это первое то есть фундамент нужно правильно оценить второе модельный анализ показывала смотрите вот здесь что идет разворот рынка вы смотрите если просто там же с фигуры свечного анализа изучать у нас идет атака быкова здесь она формируется здесь модели которые я сейчас показывал они такие локальные это называется контр трендовые модели смотрите вот здесь посмотрите битва аналитиков советовал покупать аналогично 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 то есть в один в один то что я рисовал вот модель импульс коррекции на вас будет возникать вопрос по этому поводу импульса но это второстепенно когда у нас самое главное это коррекция коррекции какая она формируется тот же самый допустим фунт доллар фунт доллар вот это против тренда вот модель это у меня есть модель корень мои ученики знают я здесь активно советовал последние несколько недел недель покупать фунт доллар фунт доллар до этого мы шортили то есть глобально то есть я говорил там о шортах своих обзорах да там уже вот допустим вот я последние там несколько недель покупал советовал покупать волновики некоторые шортили и опционные анализы смотрел шортил но потом они в конце уже поняли что они ошибаются уже начали то есть не пропустили это все ну ну где-то у них включился мозг мозг где-то включился уже видно было что надо никакие там опционно маржинальные неправильно волна считать то есть там фантазировать смотреть текущую ситуацию картинку вот вот в таком формате вот смотрите у меня есть детальные там больше вебинаров но если вы хотите конкретно конкретно понять как это все работает то захотите на мой youtube канал да там будет много информации по обучению если будет детально интересовать какие-то моменты пишите в личку я вам на скажем расскажу более подробно к примеру еще какой инструмент хотел ну ладно некоторые инструменты не буду рассматривать по определенным причинам поэтому все простоте понятно что еще нужно там тренировать психологию так далее это очень важный момент на рынке но скажем это все тренируется есть определенные методики которые позволяют это тренировать но на самое первичное это вид анализа когда у вас есть понимание рынка тогда у вас нету вот этого страха куда пойдет рынок и так далее это самое главное и и просто включать голову смотреть что рынок показывает отключаться от всего чтобы не забивать голову это самое главное и и вот что еще хотел показать вот хотел просто вам показать пример от серебра смотрите пример вот серебро за последнюю там неделю две смотрите то что я показывал у нас вот здесь тренд большой коррекция и вот раз два то есть просто просто очень очень все красиво красиво рисуется а еще там есть есть условно есть крупные модели которые там накопление месяц два есть мелкие нас крупных моделей возможно сильное движение есть такой момент когда крупная модель показывает одну сторону потом ее может ломать это тоже нужно понимать и скажем не сидеть до последнего там и так далее если модель ломается фиксируем убыток то есть есть определенные правила я в ближайшее время планирую больше и больше сделать таких обучающих вебинаров сегодня просто такой краткий он его сложно назвать обучающим он сравнительный то есть в кого есть голова кто наблюдал за предыдущими за анализами других аналитиков даже на маркет или там на других площадках я в принципе на там на маркет сослеживаю там фейсбуке я смотрю посты которые делают мои знакомые друзья скажем аналитики фейсбучные я очень активно отслеживаю волновиков то есть мне интересно вот я этот анализ изучаю то есть как они лажают то есть вот даже тот же пректор американский самый известный один волновик который все время там последние несколько лет шортит S&P 500 это можно делать выводы или тот же фундаментальный анализ вот я допустим просто не хочу об этом говорить даже вот последний там вот смотрел волновиков несколько последние там две-три недели они дальше шортили S&P 500 вот здесь в данном сегменте даже вот эти маржинальные зоны вот здесь шортили аналитики я здесь покупал просто как для сравнения хорошо на этом закончим я так кратко понятно что кто-то скажет хвалил себя ну кто смотрел мои обзоры тот так не скажет кто так скажет значит не смотрел мои обзоры вот просто будет всем пока спасибо до следующего обзора я больше буду делать таких хороших точечных буду сравнивать и и так далее хотя я у кого есть скажем критическое мышление может сам это все проанализировать и понять всем спасибо пока удачи спасибо 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 спасибо